Друзья, всем привет! Можно убежать от жары недалеко от моря. Есть поселок Негуши, где можно подегустировать Негушку и прошут и сыр. И сегодня хочу вам показать этноселло Светы Георгио, где можно выехать с моря, например, с Будвы и за час доехать сюда и насладиться отдыхом, прохладой. Дети могут попрыгать, поиграться, а вы можете посидеть, поужинать и полюбоваться видами. Пойдемте, я вам покажу, что здесь сейчас есть. Тут можно арендовать домики, детская площадка. Пойдемте сразу посмотрим, а потом вам буду все рассказывать. Бесплатная парковка, есть еще здесь квадроциклы. Вот они. Их можно арендовать и покататься. Стоит удовольствие 80 евро час. Есть детские квадроциклы. Вот они. 2 евро стоит катание 5 минут. Пошлите. В ресторане здесь можно покушать рыбу и мясо. Но я вам всем советую попробовать национальное блюдо. Называется ягнятина или телятина из-под сачи. Это блюдо готовится 6-8 часов. Берется котелок, разжигается костер, делаются углы, ставится котелочек, когда уже угли сделаны. Котелочек ставится мясо, ягнятина, например, картошка, лук, картошка, лук и морковочка. Добавляют специи и вода. И мясо тушится 6-8 часов, периодически добавляется водичка. И после готовки мясо выходит такое, как тушено-запеченное мясо, очень вкусное. Давайте посмотрим здесь детскую площадку. Что здесь есть? Есть качели, есть надувной замок, есть горки, есть батут, есть номер телефона, по какому можно забронировать, есть сайт. Здесь можно покормить гусей уточек, есть лебедь. Также здесь есть велосипеды, их можно арендовать. Впереди туалет. Хорошая территория. Погулять. Есть скалолазание, дети могут как бы забираться на гору. Можно здесь покататься на лодочке. Вот впереди находятся две лодочки. Здесь есть кто арендует домик. Наверху есть бассейн с лежаками, с качелями. Света Георгио. Здесь очень хорошо. У нас в Будве сейчас на Приморье плюс 30. Мы выезжали и было плюс 33. Мы уже здесь находимся 40 минут. Здесь наверху 22 градуса. Комфортно. Если представлять, что здесь ночью. Наверное ночью здесь 15 градусов и можно спать под одеялом. Здесь хорошо спится. Сейчас на Приморье спать или под открытыми окнами или под кондиционером. Так душно очень. Есть тележка. А вот есть. Сразу вы здесь купаетесь в бассейне. Есть джакузи и этно кутак. Здесь разливают пиво. Разливное пиво есть. Бочковое. О, ослик пасется. Ослик, козочка. Он прям, ребята, смотрит на вас. Прям-прям на вас смотрит. Вот так выглядит здесь бассейн с лежаками. Давайте попробуем воду. Холодная или теплая здесь вода. О, вода теплая. Вода теплая, как море. Вода где-то градусов 24-25. Солнце припекает. Очень комфортно будет покупаться здесь. Так. Главное сейчас не упасть. Можно покачаться такой вот, скажем так, ракушке. Это поселок Негуши. Здесь можно проехать поселок Негуши и попробовать негушкового просшута, сыра, вина, раки. Раки, а не раки, а раки. Это водка. Называется домашний самогон в Черногории. Называется раки. Пойдемте обратно. Здесь нету ступенек. Надо возвращаться. Посмотрим, что еще здесь есть. Вот здесь есть душ. После купания в бассейне можно смыться. Все перец... Все перец... Все перец... ...все перца, 10 л виты... я думаю у вас сейчас задается вопрос а сколько же стоит арендовать домик здесь как он выглядит внутри что там есть внутри я под видео оставлю описание и ссылку где можно посмотреть цены какие месяца сколько стоит как выглядит домик внутри снаружи я уже все вам показываю как все выглядит березка растет вот самое интересное что березка у нас на приморье не растет и очень жарко вот женский мужской едва детских вокруг горы здесь очень хороший воздух горный воздух здесь как раз я отдыхаю сейчас бы хотелось здесь и остаться переночевать чтобы не спускаться вниз на приморье потому что там очень жарко а сейчас вам покажу меню что здесь есть мы детям заказали картошечку фри рафаэлла взяли с собой чтобы кофе попить серфе так здесь напитки так что здесь есть так пиво сама интересность их пиво интересует я знаю вот ник шичку пиво это производится черногория у нас 033 стоит 3 евро нишечку там внутри 3 евро так разве мной два с половиной евро стоит пол литра так и завтраки омлет и яичницы так холодные закуски горячие закуски так есть суп и суп есть телячий рыбный томатный по 3 евро и салат цезарь 7 евро из бифтек салат марина вот он на русской все пишется с сосен рыбный салат стейк блюдо на заказ да я нашел на русском сейчас хочу показать вам национальное блюдо называется ягнятина с под сачи вот она так есть на русском вот ягнятина под сачи 400 грамм 14 евро это блюдо надо всем попробовать кто приедет черногорию томленые ягнятина выходит запеченные тушеные запеченные ягнятина ставится у котелочки рассказывал уже мясо картошка лук и морковка и мясо тушится 6 3 8 часов и когда вам подаются на тарелочке мясо с картошечкой вы вилочкой в этом мясо об она распадается от костей друзья подписываемся на мой канал ставим лайки и до новых встреч смотрим все мои обзоры видео